Отрасль молочного животноводства непростая и очень затратная. Рентабельности в ней можно добиться, лишь создав предприятие полного цикла. Флагманом отрасли в Славянском районе является агрофирма «Приволье». Здесь к животноводству относятся с душой. На днях нашу съемочную группу пригласили в гости на стакан утреннего парного молока на молочно-товарную ферму номер 2, где жизнь коров стараются сделать максимально комфортной. Приглашаем и вас оценить ноу-хау в жизни славянских буренок. Не с концертов Моцарта, а с мирного угудения доильного аппарата в 5 часов начинается каждое утро у 745 буренок, живущих на молочно-товарной ферме номер 2 агрофирмы «Приволье». А еще у каждой коровы оно начинается со звука голоса своей доярки. Каждая корова хорошо знает свою доярку, а та знает все особенности подопечных, которых у каждой из 16 работниц более 50 штук. Заведующая фермой Наталья Бондаренко дает высокую оценку коллективу, который сложился здесь. Каждая из сегодняшних доярок с первого взгляда понимает, хорошо ли корова себя чувствует. «Если вот корова зашла, как-то не так себя ведет, они сразу же зовут доктора, доктор смотрит за коровой. А если доярка будет относиться так – от доила и ушла, то на этой группе толка не будет, молока тоже не будет». Каждая корова прекрасно знает свое место во время дойки. А задача доярки – оценить состояние животного, подготовить его, после чего правильно и до конца выдоить. Труд доярок с появлением доильного аппарата сильно упростился, но назвать его легким нельзя. «Дояркам очень тяжело работать, это нелегкий труд, поэтому сюда мало кто идет работать дояркой, хотя и зарплата у них неплохая, но доярками никто не хочет работать, потому что это очень тяжелый и ответственный труд. От доярки зависит зарплата всей фермы. Сколько доярки надоят, то каждый получит свою зарплату. У каждого коэффициент зависит от удоя молока на ферме». Надои тем будут выше, чем комфортнее себя чувствуют животные. В этом году на втором МТФ «Буренком» создали новый роддом. В свежем выстроенном корпусе оборудовано хорошее освещение, установлены вентиляторы, которые позволяют только что родившим мамочкам в комфортных условиях набираться сил. На ферме нет деревьев, в тени которых коровы могли бы укрыться от зноя. Потому руководство агрофирмы при помощи современных технологий искусственно создает комфортную среду. Чтобы спасти своих кормилиц от жары, на МТФ «Номер-2» создали настоящий санаторий для буренок на вес, кормушка полной еды, а главное – охлаждение искусственным туманом, которое включается каждые пять минут. А что еще нужно для счастья? Утре анимационной ферме заканчивается к 9 часам утра. Молоко тем временем собирается в цистерны и отправляется прямиком на завод агрофирмы, который уже готов переработать его и отправить самым взыскательным потребителям. В следующем сюжете мы обязательно прогуляемся по заводу, поговорим о новинках и деликатесах, которые здесь производят. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова